привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен оптики вогнутых и выпуклых зеркал и конечно я начну с опыта который делали многие физики начиная с архимеда направив параболическое зеркало на солнце я подношу к зеркалу бумажку так чтобы на ней возникло яркое световое пятно и она немедленно начинает дымиться концентрация солнечной энергии в этом пятне весьма высока в нашем опыте использована основное свойство параболы и параболоидов вращения пучок параллельных лучей падающий на параболическое зеркало вдоль его оси после отражения собирается в точку эта точка называется фокусом что в переводе с латинского означает очаг легенда говорит что архимед с помощью зеркал концентрировал солнечные лучи и сжигал римские корабли при защите сиракуз а здесь вы видите концентратор солнечных лучей находящийся в узбекистане его параболический отражатель высотой 54 метра составлен из 10700 небольших плоских зеркал солнечные лучи направляются на это гигантское зеркало с помощью системы поворачивающийся зеркал гелиостатов и собираются в фокусе температура здесь достигает трех с половиной тысяч градусов что позволяет плавить керамику создавать новые материалы и испытывать оболочку космических кораблей и понятно что ход лучей можно обратить и в противоположном направлении и взять лампочку поместить ее фокус параболоида и так мы получим прожектор а если я разверну прожектор направлю его на экран позади себя мы увидим что получившийся световой пучок не очень параллельный потому что и наш источник не был точечным а источник более близкий к точечному я могу получить из светодиодного фонарика сняв с него выходную линзу а теперь я внесу этот фонарик фокус зеркала и получу пучок параллельных лучей или почти параллельных который светит сейчас прямо на вас теперь я сделаю еще один опыт разверну зеркало к экрану и буду получать не пучок но сфокусирую изображение на экране и о том как строится изображение вогнутом зеркале вам сейчас расскажет алексей построение изображения вогнутом зеркале очень похоже на построение изображения в собирающей линзе и у нас есть соответствующий ролик и очень рекомендуем вам его посмотреть и в первом опыте я поставлю карандаш рядом с зеркалом зеркале видно отражение примерно такого же размера как и сам карандаш а теперь я буду отодвигать карандаш от зеркала изображение отодвигается в другую сторону и при этом увеличивается в размерах объясним этот опыт на схеме и для этого проведем удобные лучи первый луч идет от предмета параллельно оси зеркала и после отражения проходит через фокус второй луч идет от предмета к оптическому центру зеркала и отражается под тем же углом к оптической оси отраженные лучи не пересекаются но зато пересекаются их продолжение за зеркало в этом месте и находится изображение предмета и мы видим что она больше самого предмета а теперь мы подвигаем предмет в программе геогебра и проследим за его изображением когда мы отодвигаем предмет от зеркала его мнимое изображение тоже отодвигается от зеркала и увеличивается в размерах. Предмет подходит к фокусу и изображение удаляется на бесконечность. Но что же будет дальше? Предмет проходит через фокус и перевернутое изображение появляется с другой стороны. Такое изображение является действительным, потому что оно образовано не продолжениями лучей, а самими лучами. Сделаем соответствующий опыт. Я удаляю предмет от зеркала и в нем появляется перевернутое изображение. Нам кажется, что это изображение находится за зеркалом, но на самом деле оно находится перед зеркалом. И я это сейчас покажу. Для этого мне понадобится источник света, вогнутое зеркало, ставлю его на оптическую доску и вот этот экран, который занимает только половину окошко, чтобы лучи света от источника могли попасть на зеркало. И я тоже ставлю его на оптическую скамью. Я перемещаю экран, чтобы получить резкое изображение источника. И мы видим, что оно действительно находится перед зеркалом. Для чего же применяются вогнутые зеркала? Ну вот это длиннофокусное зеркало косметическое. И оно нужно для того, чтобы рассматривать свое мнимое и увеличенное изображение во всех деталях и подробностях. Ну, кроме косметических дел, у нас есть еще космические. И, конечно, основное применение вогнутых зеркал это телескопы-рефлекторы. Но об этом стоит поговорить в отдельном фильме. А что касается выпуклых зеркал, то о них вам сейчас расскажет Андрей. Я начну с совсем простого опыта с отражением пучка параллельных лучей от выпуклого зеркала. Видно, что после отражения сами лучи расходятся, но зато их продолжение за зеркало сходится в одну точку и эта точка называется фокусом выпуклого зеркала. Теперь я построю изображение предмета в выпуклом зеркале, воспользовавшись все тем же методом удобных лучей. Первый удобный луч я направлю на фокус и после отражения он пойдет параллельно оптической оси. Второй удобный луч я направлю в оптический центр зеркала и он отразится под тем же углом к оптической оси. Отраженные лучи расходятся, зато пересекаются их продолжения за зеркало, чем и определяется положение изображения, которое получается мнимым, прямым и уменьшенным в сравнении с предметом. Воспроизведем это построение на опыте и вот мы видим как изображение уезжает вдаль и становится все меньше и меньше. Посмотрим на это изменение изображения в программе Геогебра. Когда предмет удаляется от выпуклого зеркала, его изображение приближается к фокусу и становится все меньше и меньше. И теперь настало время перейти к нашему традиционному заключительному вопросу и он будет таким. Выпуклые зеркала обычно стоят как обзорные на дорогах, зеркало заднего вида автомобиля тоже обычно выпуклое и спрашивается, а чем выпуклое зеркало удобнее обычного плоского, ведь кажется, что его сложнее изготавливать. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к нашему ролику на ютубе.